всем привет ребятки меня зовут люцис добро пожаловать на мой канал мы по-прежнему в игре the long dark продолжаем выживать так объясню что произошло я сейчас должен появиться не в том месте где был в тот раз да я появился возле картера дамба которым надо перейти почему так произошло я записывал ролик записался но там были какие-то погрешности не знаю как-то голос не так микрофон читает никто записал что надо было но я скажем так прошел не особо много я был вот здесь как вы помните вот администрация турбазы я прошел по этой речушке и сюда здесь ничего особого не было никого я не встретил никого не убил просто дошел сюда плюс я разобрался с крафтом наконец-то сейчас объясню что случилось в общем вот здесь есть я вот эту штуки не заметил есть то что могу руками слепить на верстаке в печи какой-то это горнс или по всему а вот это я не знаю где это надо где-то где это найти надо что это за лаборатория такая и тогда когда я искал я видимо одну из этих кнопок нажал и мне ничего не выскакивал а потом нажал сюда ручная работа и вот приготовление грибов фрейша повязка из сторон висящего мха повязка плоды шиповника и все дела тут еще труд можно приготовить стопки бумаги из газетного рулона из газеты в общем а вот тут одежда в верстаке можно сделать варежки из меха кролика потому что я поймал кролика в капкан высушенная шкура кролика 4 штуки высушенные кишки 2 штуки на верстаке шапка кролика также кстати на шапку на доме ну хотя на логично там же перчаток оттвое тут надо три шкуры и одни кишки еще волчья шуба все это до начала следующий до того как я перейду это границу общем так я хотел бы сделать не знаю буду я это носить или нет она по статам по статам она все очень прям кошерная типа те же варежки плюс 2 плюс 2 50 процентов намокания 5 защиты 5 бега я так полагаю это плюс 5 потому что там где минус написано минус тут плюс не написано я подразумеваю что это плюс 5 будет к бегу а то шапка из кручего меха тоже не дает бонус ну не снижает вернее показатели волчья шуба на 15 опять же не отдубляю ну-ка эти посмотреть одну вещь вот тут написано минус 2 получается это плюс какой-то но если даже сравнивать волчью вот эту шкуру с самым топом что у меня сейчас есть это вот это шелью плюс 2 и 3 плюс 2 и 3 48 процентов и минус 5 весит 2 килограмма а если мы возьмем эту волчью шкуру плюс 4 плюс 4 60 процентов 15 защиты 15 бега весит на 1 килограмм больше это конечно без то это все критично но если она будет гореть лучше я скорее всего пойду в ней так этот братюня мне не мафусалим есть не пока говорить не хочу мне надо по сюжет на вернее не по сюжету по заданиям вне сюжета надо 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 сейчас посмотрим загадочные тайники это потом можно вниз это тоже вот надо найдите сумку с припасами вагончиками за леса заготовительной стоянкой на потом отправиться на дамбу и тащите документ загляните под плитку внизу лестницы ведущей комнате администратора в общем чай решил сделать сейчас день поэтому дамба не работает и проход я не смогу в любом случае найти поэтому сюжетная линия как бы не сразу этот скрип не сработает я могу тут гулять сколько захочу до ночи поками по крайней мере что тут и такое пусто пусто тут уже был это первая локация куда я ходил когда попал на загадочное озеро тут верстак есть это хорошо давайте исключим чуть-чуть света как бы темновато немножко так тут я все обыскал да тут все какие стремные звуки я помню когда играл в обычную выживалку здесь можно было ну был шанс найти ружье если пошел ночью и просто себе хожу хожу никого не трогай на меня волчара сзади нападать я охерел откуда вообще появился так я понял что это это по сюжету не это нам не надо нам пока не надо он сказал на лестнице какой-то да хрен вот на этот не то по моему лестнице который меня уведом кто в кроссовках улет зимой объясни меня так сюда и попасть не могу значит надо какое-то другое местечко искать и где тут подъем еще один а вот вот лестница вот вот сюда нам надо ящики где-то вот здесь под какой-то из плиток поискать под плиткой вот документы лесных ораторов но это если вы хотите почитайте я уже помню о чем чем сюжет и все такое так это мы нашли все зашибись принципе это можно уже сваливать ну хочу на третьем этаже на этот тоже по-любому был на допусток человек тут мог забыть но это рулоны не особо мне планы давайте идти отсюда куда сюда пролезай так теперь теперь мы направимся а это тоже сундучок величайший который хранит 8 килограмм из нуля возможно охеренно вот что значит играть между обновлениями теперь мы двинемся вот сюда сюда потом сюда потом сюда сходе в общем все эти локации мы облутаем обязательно но если бы у меня была еда я бы скорее всего не убивал тебя но раз ты сам нами агресса я пожалуй тебя пристрелю и заберу все твое мясо все твое мясо будет моим ну чё ты делаешь я же попал в тебя вот видите следы крови вот здесь я попал но он да он делся чем у меня по одежде зодорная одета какая-то упал 21 процент это 47 блин надо это все чинить короче это не есть хорошо я же говорил уже если он идет до нуля она будет окончательно сломано его уже никак не зашить не починить вообще ничего сделать а эти вещи я считаете добываюсь еще с первые с первого сезона с первого момента как этот появился в игре и наш появляется почти почти голый блин ну там у него какая-то куточка своя ветровка легенькая которая ничего ни черта не защищает блин там еще вон один волчара что я могу собраться он там могу да твою я счет что происходит у чем местным где он где 2 аутам там их трое и пацаны я конечно рад за вас он мне так много мяса не надо шкура я уже достал достаточно ехать так один испугался какого лешего еще не сейчас нападет на меня он испугается я не могу бежать потеря крови примени окей что еще у нас заражение где-то было да вот примени и что-то еще у нас было укус моё там то хера всего и что-то еще да сколько там всего ахереть смысле не помогло а это нет подождите а это нужно я понял понял давай это я вылечил и это я тоже вылечил просто просто трындец какой-то и я хоть одного волка получу себе тут кровь есть принципе значит кто-то кого-то я ранил просто я уже все осматривал о вопрос такой костер прям все не хватает нужен труд а поблизости ни одной дощите ничего нет вообще ой сколько мне еще бежать оттуда но не так далеко лан давайте сбегаем и ночь уже наверно проведем в каком-то хорошем месте они вот в этой ты пугаешь или чё я не одупляю чё с тобой умри заколебали так так единошом первое так мне надо хотя бы взять ну не за два кило 24 ну не давайте все 4 возьмем 32 минуты осуя у меня мои дорогие огни и дeftевес canki холодно чё холодно как-то да 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 всё бежим бежим больше не остановимся вообще нигде. Так, я пришел на вот эту стоянку, где лес рубили. Так, давайте зайдем. Нет, сначала давайте разведем костер, согреемся, приготовим еды. Горючее одно, блин. Это я на крайний случай тогда оставлю. Сейчас пока не так смертельно я могу потерпеть. Давай, разводи, разводи. Нам надо мясо пожарить и согреться. Да и вообще отдохнуть на этой стояночке можно было. Ой. Так, ну все, хорошо. Два часа, нормально, я успею пожарить. Мясо, четыре кило мяса, ее просто. Давай. Выбрать. Давай, давай, давай. Где-то мясо выбрать. Кушай. И это просто заберем. Что у нас по сытости, что у нас по воде. 0,90. Окей. Значит, сейчас приготовим себе еще воды. Пол литрика. И приготовим остальные куски мяса. Просто если их так оставить, они очень быстро портятся. Так, тут подождать. Подождать. Возьми. И готовь еще пол литра. Тут сколько? 31 минута, тут 19. Окей. 12. 19. Окей. Тогда подождать. И возьми. Забрать. Так, еще приготовим тогда последний кусок мяса. Так, костер сейчас потухнет, правда. 20 минут. Давай добавим тогда, чтобы догорело уже. 1 час 25. Хорошо. Все. Это мы забираем. Еда у нас есть. Вода, если что, тоже. Давайте здесь полутаемся. Я тут еще точно не был. Забираем. О, тут ревесина есть на утро как раз. Если вдруг пригодится. Прочные, теплые. На самом деле ХЗ. Давайте возьму. Я не знаю, лучше они моих, которые на мне сейчас или хуже. Там проверю. Так, энергетический батончик. Так, тут у нас что? Тут довольно неинтересно. Что у меня вообще надо зашить? Надо срочно это все зашить. Иначе еще одна встреча с волком. И все, я потеряю одежду. Так, где там следующие халупы? Так. Заходим сюда. Старый спальный мешок. Но это только на тряпке. Тут ничего. Тоже только тряпки. Металлолома. Варийный фонарик. Спортивный жилет. Легкий синтетический жилет для пробежек. Низковое движение и как бы греет. Но нет. Вообще неинтересно. А здесь чего? О, там я вижу канистру с бензином. Бензин. Сколько у тебя? Почти 2 литра. Тоже хорошо. Тут еще что-то есть? Что-то профукал. Вроде бы нет. Вроде бы все посмотрел. Так. И последняя, последняя хата. Сколько у меня вообще по весу? Что я того? 32 кило. Не так много. А я могу открыть. А то у меня ключ есть. А, да. Это же это задание. Тьфу ты. У меня ключ дал как раз от фургона такого. Томатный суп. Томатный суп. Ну, сколько калорий в тебе? Воду это зарегистрировано. Ну, 300 калорий слабо. И еще один аварийный фонарик. Часто, сколько вы мне их даете? Тут пусто. Этнический свитер. Стоп. Ну, он лучше, да. Не спорю. Но он и весит больше. Ладно, потом решу честным делать. Где здесь? Это мы забираем. Растяжение. Я понял. Запирай, запирай, забирай. Все, запирай. Как бы нет, тяжело таскать эту херню. К тому же я их вообще не использую. Если что, это инструмент для подчинки, например, того же фонаря, аварийного вот этого. Нужен как бы верстак, металлолом и вот эти как бы инструменты. Там типа гаечки, полки, все такое. А, смотрите, рюкзак, который весит 0 килограмм. Полный рюкзак, который весит 0 килограмм. Это надо забрать с собой и отдать тому чуваку, который меня попросил сюда прийти. Ключи мне дал. О, вот это у нас, который на мне. Вот только воды. Здесь что? Просто флисовые варежки. Обычно флисовые довольно теплые, но после намокания бесполезные. Заберем, разберем на составные части. Так, что тут, что тут? Да, определенно. Ладно, ребят, давайте я сейчас здесь посплю. Можно поспать, да? И разберусь с предметами, которые у меня лишние. Наступило утро, я подчинился. Сейчас вам покажу, что из этого вышло. В общем, да, я подчинился. Я подчинился, я подчинился. И ни хера не подчинился, и плюс я отчиню на морозе. Нормально. В общем, не суть важная, я про шапки совсем забыл. Намокла на 2%. Так, у меня, в общем, получилось так себе. Я нашел вот эти новые армейские штаны. Они довольно-таки прикольные. Они защищают хорошо. Даже лучше, чем рабочие штаны. Плюс это все подчинил. Это подчинил. И вот эти кроссовки. Носки, которые я нашел, шестяные, они хуже, чем вот эти альпийские. Поэтому трогать я их не стал. Просто разобрал, и все. Так, теперь давайте сходим вот сюда, наверное, тайник. С запасными лесных ораторов. Он где-то тут, что ли, он там. Ну-ка, покажи. Так, на горе или как? Вообще, внизу горы, снизу где? Где ты есть? Тут, наверное, вот. Как всегда, они любят вот здесь прятать. Ага, начал. Изи. Изи тайник, блин. Достижения. Интересно. Армейский ИРП. Тысяча семьсот пятьдесят калорий. Современный сухой паек отменного качества. Ничем не хуже обычной еды. Предназначен для солдат. Так, торт заберем. В общем, слушайте. Вообще-то, охрененная тема. Тысяча семьсот пятьдесят калорий. Это как раз все те калории, которые мой персонаж употребляет за день. Примерно, там, где-то, да, тысяча восемьсот, может, тысяча девятьсот. Ну, это хорошая очень еда. Почему? Потому что она весит мало, наполняет тебя сразу уже полностью. И ее не надо никак готовить. То есть, костер не нужен. Вот эти все прибамбасы. Так, давайте, наверное, похаваем. Семьсот семьсот семискалорий, как видите, да? Давайте скушаем вот это. И давайте скушаем вот это. Наполним полностью желудок и попьем еще ватычки сверху. Тут лимонад есть. Ну, я лучше воды попью. Вот, все. Нам хорошо. Чтобы получать этот бонус постоянно, сытость, то он никуда не уходит, если вы все время сыт. Ну, то есть, у вас вот эта сытость не уходит в красную полоску. Тогда бонус пропадает. Вам надо 72 часа не голодать, чтобы он снова появился. Это не всегда получается, не всегда легко сделать, так как, ну, вначале особенно, потому что еда там раз-два я пчелся, оружия у тебя нету. Как-то так, в общем. Потом, когда уже чуть-чуть поиграл, типа, вот, меняю на втором сезоне, тогда уже еда всегда есть. А даже если нет, она к тебе прибегает время от времени. Единственное, я не понимаю, как к этой вышке вот отсюда прийти, наверное, да? Давайте попробуем. А тем временем мы пришли на новую локацию, лесосека. Здесь, понимаете, вот эта дорожка на вышку, ну, это, вот эта антенна. Типа, я поднимусь на нее. А как подняться туда, я хрен знает. Ладно, давайте сначала сюда поднимемся, здесь довольно-таки долго идти. А вот и, собственно, это вышка. Заброшены наблюдательные пункты. Ну, понятное дело, что заброшены. Давайте позырим, что тут нам оставили интересного. Набор для шитья. Факел, ткань. Персики. Ну, свинина вот хорошо останавливает. Я и, пожалуй, заберу. Персики и томатный суп не самый кайф. Забирать их, они просто весят много. Полукило, а останавливают там 200-300 калорий. Ну, не совсем то, что надо для этой игры. Плюс их надо все время разогревать. Свинину как бы тоже, но там хотя бы 600 калорий есть. Ради чего стараться. А хранилище у нас что? Это... Не. Опа. Еще один. Вот это я заберу. Это я тоже заберу. Полено. Полено пока тут оставлю. А я, кстати, знаю, куда трос приведет. Да, все, я понял. Зачем тут трос? Сейчас мы его быстренько привяжем и спустимся с другой стороны этой горы. Давай заберем. 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 Фак, ну-ка, давай ко мне эту штуку. Я сейчас ее сразу привяжу. Ты даже не поверишь, что мы сейчас будем спускаться вниз по этому тросу. Опа. Чуть ссыкотно. Но, по крайней мере, в той стороне, вон там. Как туда пойти и пробраться? Ну, по идее, должно быть легко. Вот этот все спустился. Как-то вон боком там. Не знаю, в общем. Надо найти подъем к этой вышке. Это что такое? Обычные камни. Д. Древесина. Древесина. Полено. Блин, я полено бы забрал на самом деле. Полено это вещь офигенная. Хоть и весит 2 кило, но горит она знатно. Здесь есть что-то полезное? Нет? Я подняться никак не могу. Не могу. Да, вот здесь можно подняться. Может быть, что-то и найду. Риск растяжения. С чего бы. Почему риск растяжения? Я понял, я устал. Персонаж устает, поэтому вот эти все риски. А вот как? Ну, по идее, спускаться. Даже не подниматься правильно. Хоть на тебе и 30 кг. Давайте просто спустимся. Попробуем, по крайней мере. Рюкзак слишком тяжелый. Чего вытянуть? Ну, 0.10, смотри, я сброшу. Ты согласен? Не особо. Что из этого я могу сбросить? Ну... Ну, давайте посмотрим. 34.65. Если я его сейчас заправлю. Это ничего не изменит? Нет, ничего не изменит. Ну, как бы логично. Ничего я надеялся. Газиров. Вода не питьевая. Брось как. О, давай. Поехали. Опять риск стяжения. Если бы... Я там продолжил стоять. Он бы сказал... Рюкзак слишком тяжелый. Слишком тяжелый. И так далее. А когда на половине пути, тогда можно. Офигенная тема. Раньше такого не было. Раньше эти тросы можно было найти... Ну, они редко очень попадались. И вот этих скалок, которые можно привязать, было намного меньше. Видимо, после обновления они решили их добавить и побольше. Так. Ну, мне надо как-то эту буру с этой стороны обойти. Мне все-таки удалось найти подъем на этот наблюдательный пункт. Правда, я вывихнул себе лодыжку, пока скакал неизвестно где, неизвестно как. Я даже сам охерел, что у меня получилось зайти до сюда по склону в 90%. Я просто не знаю, где находится изначально эта тропа, откуда она ведет. Я на этой вышке очень редко бывал, но она на самом деле очень прикольная. Здесь, типа, есть окна, которые отображают реальную погоду, которая находится снаружи. Типа, туда в дом не особо-то входишь. Не как у дома Джереми, когда там всегда светло, либо темно, непонятно как. А здесь именно можно конкретно посмотреть и узнать, что там на улице тебя ждет, не выходя из дома. Правда, типа, прохладнее, но это не так важно. Там можно костер развести, есть там буржуечка. Так, давай. Да-да, я в курсе. Дом лесника. Прям топовый дом. Я тут бы всегда жил. Ну, в игре имею в виду. Но сюда подниматься, это тикость просто. Каждый раз это пропустится поднимание только. Так, ну а место так-то все очень топовое. Тик, давай-давай-давай-давай-давай-давай. А вот ты домик, видите? Тут входить, видите, как надо. Тут нет загрузки. Типа, можно там хоба. Знаешь, что там на улице. Так, ткань мы заберем. Горючее обязательно деревянный свеч. Точильник, камень, не знаю, есть у меня нету. Книга, походные ботинки. А что они себе представляют? Верх. Так, туристический ботинок, грубая кожа, созданная для дальних переходов по каменной почве. Верх из кожи, толстая резиновая подошва. Нет, у меня, мне кажется, круче. Сфинина с фасолью, хорошо. Свининка еще, найс. Набор для шитья. Газетный рулон. Тополя. Тут есть... Тут хавчик, я вижу тебя. Говядина. И аптечка. Что в аптечке? Хорошо, хорошо. И, собственно, все. Да, смогу я костер развести? Тут кедровая дрова есть. На, и сколько там? Еще рано. Печь для дров. Рожечь костер. Ага, трудно. Но я теперь знаю, как его сделать. Не проблема вообще. Вообще. Где вот здесь? Ах, я не могу его сделать. Газета. Газетный рулон. Стопка бумаги. Палка. Газетный рулон. Вот, четыре штуки сразу могу сделать. Давай. Хотя, если так подумать, мне сейчас... Мне надо же печку греть. Правильно? Мне надо, можно поспать тут. Чуть-чуть. Сейф. Ууу. Уууу. Мне необходим ключ от сейфа Хэнкера. Я где его найду? Термобелье. Ну, такая хрень есть. Ну, главное, разберу паст. Что я там увидел? Что я там увидел? Оружейный патрон. надо искать очень аккуратно нужно пропустить очень классный нишки записка есть может прочесть текст записки практически можно почитать если записка была кого-то рисована может адресат вы смог ее расшифровать к счастью нам они отмечены заметные объекты местности и жирная стрелка указывается на большой крест клад тайник тайники вокруг найдите тайник на просеке у загадочного озера а не подождите нет это не тот тайник опять выстрелы с озера а ну да мне надо тоже вернуться вот ну-ка стой нет я так не смотрю а да вот этот получается 2 блин туда возвращаться это штриндец это очень долго ладно давайте разберу пока весь хлам который у меня есть и мы продолжим с вами как обычно утром ребят смотрите какая красотень с этого пункта вообще офигенно все видно это северное сияние красота все горит там даже горят лампочки ну-ка еще где-то видно нет интересненько все что ну-ка давай разжигайся дальше так чё у нас еще но ночь на половине поэтому следует поспать наверное еще тут шерстинные носки я их даже не видел ладно давайте поспьем еще что у нас по воде нормально еще часика 3 наверное проснемся под утро сделаем себе хавчика погреемся заодно я килограмм пять брошу из своих дров которые таскаю так давайте печь печь разжечь по идее тут никаких проблем с этим не должно быть мне просто интересно если я обниму использовать шанс на успех выше становятся 85 процентов как-никак тут дрова еще можно от эти использовать я свою полину закину там 2 кило с лишним она разорвать они вышли не вышла в смысле я сейчас думал на разгорел разгорелась ладно это может повлиять кстати здесь это может повлиять на звук приутих за дверь закрыл какая-то изоляция все-таки есть хотя эти окна блин который здесь наверно они особо мне кажется реально что такое лео еще разжечь не могу кассета северное сияние или мне просто не везет это уже четвертая попытка у больше труда нет 5 метру то больше нету твою же мать разжигайся гори пронесло так один час давайте еще добавим половина смотрите сейчас час херак три часа и кедровый добавим 5 часов нормально так готовить нам надо приготовить чай шиповник вот тут есть вот это хриктора 4 процента не интересный астрон травану силе нет если я ее приготовлю но можно как бы так съесть а можно приготовить и сочрать давай давай хавай ну вроде бы все норм так пол литра еще приготовим а здесь пока чай рыжь разогреем и выпьем это тело и так прям хорошо останавливает шиповничек а чё нам дает ну так же практически да давай пить и давай приготовим еще пол литра наверное стоп готовь чай могу приготовить еще пункт винил куда вот 52 процента что там творится на улице метель это я скорее всего заберу подождать и взять сколько у меня литров воды 072 думаю хватит этого к бонусов согревания получил их уже нет за короче как-то работает но тем не менее не менее можно думаю поспать или нет да тут уран такой дать еще наверно часика два поспим отдадим как раз и с полными силами пойдем уже искать остальные тайники погода норм вот тут ружье кстати можно найти еще одна одно из мест где можно его таскать так банка интересно не надо кетровая трава сколько мне по весу 28 можно забрать полкило тут больше нету только два так ладно идем нас дверь здесь а хорошо теперь 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 пойдем мы вот сюда скорее всего да потом сюда и потом пойдем вот сюда отправляемся в путешествие бля а тут что-то произошло бесконечный костер как-то умер ты же рядом с костром бородки письмо для племянницы хэнка о это он нажил вот в этой в этом наблюдательном пункте где мы сейчас были помнишь я говорил что возможно однажды придется на какое-то время залечь на дно я думал это будет из-за землетрясения но кто мог подумали что дела так обернутся в общем если тебе понадобится безопасную пищу если в городе все станет совсем плохо или скажем если ты надумаешь навестить маму то можешь воспользоваться моим бункером упа знаю знаю твоя мать всегда говорила что дядюшка хэнк просто психа лучше держаться меня подальше что я вечно сижу в интернете на сайтах для сумасшедших выживательщиков где тут интернет уловил в общем тебе я это говорю я этого говорить не буду а вот ей при встрече обязательно скажу я же говорил твой любящий дядюшка хэнк слушать искать ключ от сейфа поищите в доме лесника сейф хэнка но это понятно подожди пункер бункер где пункер где пункер щука его нет может он там будет типа в сейфе будет подсказка как найти бункер я хотеть найти бункера что где-то есть блин каек конечно так нам куда нам сюда поехали ребят я тут короче беседке ты побывал и мне вышло задание где-то вот здесь убить олени выследить олени убить его а можно я вот не буду выслеживать просто вот отсюда шандарах когда они успокоятся пока можно обыскать это дело ничего интересного по патроны интересно и но это я заберу так далеко недалеко восстановись а думаю сделал тут стоять чисто буду просто не двигайся не будут подходить вот разбегаться я не знаю как по-другому мне охотятся на этих тварей так как если я поднимусь он сразу же убежит атак атак я прям оба научиться хочется убивать оленей все научился и освоите скоро уроки школы выживания так тит херня бункер хэнка о я завершил задание решено я могу что-то делать из-за лейна да-да что-то штаны из оленей кожи как хорошо то обувь и обувь и какая классненькая я все это буду делать это все прежде чем уйти в третий сезон я это все сделаю обязательно надо только шкуру с него брать кишки и мясо наверное два кило взять могу тут все пожарить кстати говоря я могу ты ночевать тут бесконечный костер вообще такое место давайте еще два кило соберем я сейчас пожарю быстренько вот так вот и смысле ты потух ребят вы все видели там было бескрани там было бесконечно я кажется что это это глупо бесконечно но там было бесконечно я надеялся ладно 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 все без паники без паники мы сейчас все зажжем все загорится на пожарим оленинку правда потом надо будет ждать очень много пока шкура это высохнет тем не менее что-то я смогу сделать ну да согласен о чем может быть плохого тут так давайте приготовим на одном и на втором выбрать так выбрать 55 минут 57 минут давай возьми возьми все сколько ты еще будешь гореть я могу еще пост пожарить в такую погоду куда-то мне идти ладно побежали тайник находится где-то здесь но слева всего между таких бревен это здесь до да 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 как то обыскать я уже обыскался да неправда неинтересно неинтересно и интересно хорошо замечательно так тайничок нашли и И надо вот пойти сюда и там переночевать. Я пока сюда бежал, увидел одну хату. Сейчас вам ее покажу. А вот и, собственно, мое спасение на эту ночь. Сколько там осталось? Чуть-чуть. Хорошо. Так, ну-ка, 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 что тут? Сортир. Сортир. Найс. Так. Но по нужде вроде мой персонаж не ходит. Давайте зайдем сюда. И тут будем уже отдыхать. Что за хата? Что внутри? Найдем новое положение. Местоположение. Домик. Ну, хорошо. Это же хорошо. Но ничего хорошего пока не вижу тут. Давай, если вы и пись. Ну да, можно. Заберем. Блин, мне бы найти эти... Как их называют-то? Обезбаливающе найти какое-то. То я все оставил у Джереми. Надо точно будет повернуть. И забрать их. Книга. У меня... Кстати, о чем у меня по дровам? Ага, у меня нету. Я могу его сделать каким-то образом? Нет. Значит, будем... Заберем газеты. Тогда вот стопка бумаги. И вот здесь стопка бумаги. И сделаем себе немного... Труто. У меня вечно проблема. Не могу никак костер разжечь, когда хочу. Потому что нету никогда труто с собой. Так, будет 2-4. Сколько там могу сделать? 4 штуки. Думаю, 4 костра хватит. И здесь, 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 здесь... Мы ляжем... Отдыхать. Надо похомячить что-то. Что у меня есть из еды? Полезного и неполезного. Ну, давайте вот это съедим. Пайки я пока трогать не хочу. Хотя нет, они весят 1,50. Ну, все равно это в 3 раза больше, чем вот эта фасоль сама у себя. Холодно. Она уже открытая. Давайте доедим. Ничего нет-то. И выкинем лишнее. Что тут лишнего? Где лишнее? Вот туда. Нет, паночки 2 штуки. Нет, лишнего нет пока. Ножек есть лишний. Но ножик-то кидать тоже как бы нелогично. Ладно, давайте ляжем спать. Сколько тут? Все 10 часов нужно спать. Попить воды. Или гасировки. Ну, вот так. И спать целых 10 часов можно. Давай. А вот и, собственно, дом Джереми. Я надеюсь, это последний раз, когда я сюда возвращаюсь. Я уже заколебался сюда бегать. Хоть и в этот раз я пришел сюда, скажем так, почти по заданию. Где? Куда я девал антибиотики? Антибиотики вариант. Обезболивающие. Ты что-то не думал, что мне так много может пригодиться из одного волчара? Так, ну-ка. Давай. Джереми. Открой дверь. Открой. Открой. Скотина. О, и где тут искать еще? О, кстати. Виноград можно взять. Блин, ну ничего, все забирать сейчас, да? Короче. Я сейчас все заберу просто. Так будет проще. Давайте все забираем отсюда. Сейчас мы тут. Кишочки. А что-то тут нету. Я что-то не понял. Странно, конечно. Но я вроде бы оставлял тут. Так, ну-ка. Выкини вот это, вот это выкини. Вот это выкини. Вот это выкини. Александр, 36. Вот что еще? А, ну я эти собрал. Кишки, они мне нужны будут потом. Они обязательно пригодятся. Оленя, шкура, обычная кожа. А что еще поднял? А, я еду поднял, да? 3%. Нет, нахер надо. Так рисковать. Какую еду я поднял? Кофе, но это не тяжело. Что у нас по тяжести? Ну давай, выпей это. Давай сейчас напьемся тогда. Это брось. А, это кофе. Ладно, кофе там 0,05 есть. Что такого? Так, давай выпей еще вот это. 35 кило. 35 кило. А, я... Тьфу-то, я фасоль открыл. Хера, я это сделал. Это брось. Ну, все. И это тоже брось. Сохранение опять. Так, а где? Я что-то вообще их не наблюдаю. Ну, пока что это можно забрать. Наградно. Вот это все пока у меня воды не будет. Блин, ну я впротык антибиотиков не вижу. Неужели мне их не было? Но это глупо, не может такого быть. Может я их в том доме оставил? Или вот здесь где-то? А, да, во-во-во-во-во-во. Обезболивающее. Обезболивающее. Сколько я взял? 6, 10 штук. Ну, нет. Антисептик тоже заберу. Металлический обломок. Таблетки для чистки воды. Ладно, забирай все, так и быть. Я не знаю, может там под этим есть что? Вот, да. Антибиотики. А, нет, это антибиотики. Вот, вот, вот. Обезболивающее. Я видел тебя. Господи. Вот еще они лежат тут. Я помню, что я много выкидывал. Ну-ка. Все, да? Ну да, я все собрал. Конечно, все. 39 килограмм. Блин. Сейчас опять это все выкидывать. Как же горит. Это брось все. Это брось все. Это тоже. По-моему, я что-то не то выкинул. Горючее это вообще не вариант выкидывать. Ой, блин. В такую погоду сижу тут, как дурак, что-то пытаюсь сделать. Ну-ка, чего у меня по весу. Мясо, мясо, мясо. Иди-то. Я те, что вот это выкини. Вот это тоже. Что еще? Вот это выкини. Вот это выкини. Грибы рейшн. Я все сделал, по сути. Значит, мне они не нужны. Что еще? В общем, ладно. Пока что все. Больше ничего кидывать не буду. Просто пойдем дальше. Почему олененка одного убить? А вы смотрите, что этот волчава себе удумал, а? Ну, свалил отсюда. Охренел вообще. Не, если что, не я этого... Не я его убил, но сам факт, обиденько. Так, давай, собирай это добро. Так, темпи, да. Все, все хорошо. Бежим дальше. И еще один олененок. Смы... Таскать. Да ладно, я уж попал, ну. Может, ты его убьешь, а? Блин, ну я попал. Там кровь была. Вот она, кстати. Попал, кстати, когда он бежал. А этот волчава настырнее, чем я думал. Прям до самого тайника меня сопроводил. А может, я успею забрать все и свалить? Нет, подожди. Стоп, стоп, опасно, опасно, опасно. Он прям тут на спину дышит. Короче. Фух. Чего я тут забрал? Я даже не понял. Там было много горючего. Опа, три штуки целых. И это... Ну, это мне не интересно. Так. Я потом вспомнил еще одну вещь. Чтобы... Чинить вещи, которые сделаны из определенных животных, нужна и высушенная шкура этих же животных. Это очень большой минус всех этих предметов. Потому что для каждого, то есть для... Той же шапки из меха кролика, нужен мех кролика. Чтобы его... Ну, то есть шкура кролика, ну и мех кролика. Чтобы починить ее, когда она будет изношена. Для тех же сапог из оленей шкуры, тоже нужна оленя шкура. То есть надо помимо четырех, которые нужны для создания, надо еще там одну или две, чтобы ее чинить периодически. А чинить, вы видели, тут надо довольно-таки часто. Поэтому я убил этого волчару. Потому что у меня шкуры ровно для того, чтобы создать эту шубу. А чтобы починить, потом нету. Ну, вот мы пришли в очередной раз к загадочному озеру. Это у нас администрация турбазы. Я сейчас наконец-то смогу все это добро, которое я таскаю, выложить. Сделать себе что-нибудь. Опа, высушенное, высушенное. Просушенное на 82. Хорошо. Тогда вот здесь можно скинуть остальное все. Что я забрал? Что там? А, вот, вот, вот. Раз. Олени. Так, кишки тоже бросаем все. Это нет. Это бросаем. Кролика. Ну, у меня еще и кролик есть, оказывается. А, да, это в том моменте было, когда у меня не записалось. Все, понял, вспомнил. Что из этого? Ну, тут из-за одежды у меня ничего нового нет. Тут тоже все по-прежнему. В общем, 34 килограмма из воздуха, я понял. Так, что нам надо? У нас день в полном разгаре. Значит, значит, мы можем собрать на верстаке обувь. Нет, волчья шуба. Четыре кишка и четыре шкуры. Ну-ка. Раз, кишки. Два, три, четыре. Это. Т.П. Раз. Два. Три. Там снизу ничего нету. Нет. И там снизу ничего нету. Нет, четвертого у меня нету. Что можно сделать с этим сучьем? Что можно сделать? Можно просто лечь поспать. Один из вариантов. Как-то вот так. А пока что это все, что я забрал, я скину где-то вот здесь, наверх. Еще бы подхватить все вывих лодыжки на ровном месте. Ну, этот персонаж умеет. А, я еще ищу обычную, да? Ладно, потом разберемся. Сейчас же нам надо сделать себе водички, водички, стол. Ломай. Стул. Тоже ломай. Мне фигуру стулу. Так, это мы убираем. Что еще? Полка. Ух ты, 8 древесины. Найс. И можно разжечь печечку. Разжечь огонь. Горючий у нас 6 штук. Можно побаловаться. Да, да нет из каких. Добавить топливо. Ну, вот так, хватит. Эй, тут у меня должен быть где-то котелок. Где я его бросал? Я где-то тут его бросил, да? Тут я его не вижу. Интересно. А где его мог бросить? А вот он. Просто по пол-литра готовить. Ну, как-то ощущение. Вот так, готовить. Котелок, котелок, котелок. Вот, выбрать. Что тут? Вода. Два литра. Готовь. Давай. Сначала мы ее подогреваем. Потом она кипятится. Потом мы ее пьем. Все. Просто покушать. Я понял. Я как раз об этом и говорил. Кушать, 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 кушай. Ну, еще это скушай. В принципе, мне как раз надо потерять пару кило. Вот. Хорошо. И вот эти штуки, кстати говоря, нахрен я их с собой таскаю. Они только вес мне добавляют. 0,15? Ну, все равно. И теперь можно поспать. Сколько там она? 89-85. Ну, как раз. Давайте поспим. Все в 5. Не знаю, сколько тут надо, на самом деле, еще. Нет. Все-таки не прокатило. Давайте поспим до утра уже. Сейчас надо попить. Так. И ложимся обратно до конца примерно. Пусть спит 8 часов этих. Это единственный способ, который я знаю, чтобы быстро получить себе высушенные вещи. По идее, если с нуля ее просушивать. Так. Еще ночь. Да ладно. Где спальник? Я ни хера не вижу. Спи дальше. Что себе там, уран на улице? Все, утро. Еще час. Спи, спи. Какая длинная ночь, а. Ну, я надеюсь, что теперь все. Да, утро, утро. Все. Ну-ка. Вот. За одну ночь она поспелилась на 19%. Кишки на 98-95. Блин, до сих пор не хватает. Я просто хочу уже изготовить эту шубенку. Ну, давай поспим еще два часа. Я не знаю, хватит этого двух процентов, нет? Так. Ну. О. 99% Так, ладно. Нам надо, что нам... Так, тут кишки. Кишки, кстати, быстро очень сушатся. Вот еще кишки. 96. Сколько нам надо, чтобы сделать себе... Вот. Три шкуры кролика и четыре шкуры. То есть мне надо убить, пойти убить семь кроликов. И олени сколько? Два. Пять. У меня тут две всего лишь. Let's go убивать, короче. У меня получилось убить пока что два кролика. Двух. Патроны мелкие и очень трудно в них прицелиться. Но я поднялся вот в эту вот местность. Так. Ну-ка. Так вот сделаем. Это я делаю, чтобы восстановить быстренько усталость. Ну, чтобы не стоять, ждать. Он быстренько восстановил и полез дальше. Так. Давай, давай, давай. Типа дышка в быстром темпе. Здесь, я помню, мне засчитали задание, что я поймал кролика. А единственный капкан я ставил только вот здесь наверху. Давай, 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 давай. Это риск достижения, болезнь. Я понял тебя. Он устал уже. Так, о, о, кролики. Ой. Так, давай. Блин, это долго. Вот так очень долго подбираться к ним. Чтоб поймать одного кролика. Давай. Так, этого и этого, и вот этого. Че, если сколько вас тут. Начинается. Так, отлично. Ребята, если что, не считайте меня за живодера. Это просто игра. Я не хожу по... У себя в городе, никого не убиваю. Просто игра. Просто хочу выполнить квест. Ну, вернее, создать себе интересное оружие. Ой, оружие. Господи. Одежду. Тьфу ты. Так я вот не понял, почему тут кроликов не было. Либо они как-то сгнили, либо кто-то схавал. Ах ты! Вы это видели? Он в последний момент взял и отошел. А, вот она, кстати. Вот. А, ну тут уже... А, нет, подождите. Тут кого я убил. Тьфу ты. Ну, тут явно в капкан кто-то попался. Но, видимо, его волчара какой-то съел. Либо провалился под снег. Гильза. Хорошо. Где, где эти кроли? Кролики. Кролики. Опа. Так. Так. Так, а еще один. Ты как не здесь? Собрать. Давай, собирай. Персонажу не холодно. Все, защебись. Хорошо. Так. Сколько у меня этих штуковин уже? Так. Раз, два, три, четыре. Четыре. Не хватает. Надо еще три штуки. Это чтобы только сделать. Надо хотя бы себе одну или две про запас потом иметь. Что у нас там? Давайте я тогда сделаю следующее. Заберу тут дрова себе и переночую в этой пещере. Надеюсь, что кто-то попадется в капкан. Давай. Палки тоже заберу. Пока перевес мне не волнует. Очень сильно. Тут еда неинтересна. Кроличья еда, она очень диетическая, можно сказать. Она очень мало калорий дает. Поэтому брать ее нецелесообразно. Просто вес лишний. Так. Больше тут ничего нету. Ладно, давайте здесь-то заночуем. В этой пещере. Твою мать. Я второй раз сюда прихожу. И у меня... И у меня нету спальника. Здесь мы не переночуем. Придет возвращаться. Ну, другое дело. Высушена волчья шкура. А нет, это... Нет, шкура все-таки высохла. Хорошо. Так, здесь мы сейчас скидываем тогда вот это. Раз. Так, 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 так. Вот. И что нам остается? Следующая серия, скорее всего, уже... Ну да. Мы добудем остальные куски, которые нам нужны. И сделаем себе шубу из волчьей шкуры. Шапки из меха кролика. И все остальное. Потому что серия уже и так затянулась. Мне кажется, я уже часа, наверное, два играю. Ну, конечно, я обрежу. Это будет, наверное, на час. Может, полтора. Но, тем не менее, это очень довольно-таки длинная серия. Надеюсь, она вам понравилась. И вы меня поддержите лайком. Как я и говорил раньше, и буду повторять. Ребят, чтобы серии выходили чаще, или чтобы, в принципе, они выходили, мне нужна мотивация. Нужны... Ого, сколько тут всего. Нужна ваша поддержка. Если вам что-то не нравится, ставьте дизлайк. Комментируйте это. Я люблю конструктивную критику. Ну, то есть, я много где косячу. Может, здесь вам что-то не понравилось, что я там сделал, не сделал. Опять же, про убийство кролика не говорите. Про убийство кролика не говорите. Это тупо для того, чтобы сделать себе одежду. И посмотрите, что из этого получится. Я не какой-то там живодер или что-то в этом роде. Нет. Ну, а на этом все. Надеюсь, вам ролик понравился. Пока-пока. До скорых встреч. До новых встреч.